Доброе утро! В окружной столице стартует школа федерации анестезиологов и реаниматологов в Югре. В студии главный внештатный анестезиолог, реаниматолог окружного департамента здравоохранения, заместитель главного врача окружной клинической больницы Ханты-Мансийска Денис Юрьевич Никитин. Доброе утро! Доброе утро! Итак, школа федерации анестезиологов и реаниматологов в Югре. Давайте сначала тогда поговорим вообще, как организована служба анестезиологии, очень сложное слово для меня, но я выговорил, и реаниматологии в округе. Спасибо за вопрос. Достаточно представительно по количеству специалистов. У нас трудится 480 врачей, анестезиологов, реаниматологов в 71 подразделении. У нас почти 1000 медицинских сестер, аттестованных анестезистов. Объем работы достаточно большой. Мы в 2022 году выполнили почти 100 тысяч анестезиологических пособий. В нашем округе можно посчитать на миллион населения. То есть каждый 17 человек оказался в руках анестезиологов, реаниматологов. И, к примеру, в окружной клинической больнице из 26 тысяч пациентов, которые получили помощь на стационарной койке, 14 500 пациентов получили помощь с участием анестезиолога, реаниматолога. 36 500 пациентов пролечилось на койках реанимации. Это значимые цифры в объемах той помощи, которую мы оказываем нашему населению и гостям нашего региона. Интенсификация медицины идет очень большими шагами. И нужно сказать все больше и больше объем помощи, которую мы оказываем совместно с другими коллегами, хирургами, гинекологами, терапевтами. Мы сокращаем койка день, причем улучшаем качество жизни, повышаем выживаемость наших пациентов, делаем так, чтобы их здоровье оставалось с ними на том уровне, который они ожидают. То есть с тем, что они, точнее, до того времени, пока они пришли, чтобы вернуть их в то же самое состояние. Вот это такой большой объем работы всей службы. Но вот школа федерации, она сейчас просуществует в Югре, в Ханты-Мансийске. Два дня. Два дня большой плодотворной работы. Что обсуждается? Для чего проводится та самая школа? Что это? Обмен опытом? Увидеться с коллегами? Ну, это все правильно вы сказали. Во-первых, это очная встреча. Мы три с половиной года в нашем регионе. В силу определенных эпидемиологических обстоятельств не могли встретиться. Да, мы это с вами обсуждали в этой студии не раз. Во-первых, это очное общение. К нам приехали ведущие специалисты Российской Федерации. И из Беларуси приехали специалисты, с которыми будем обсуждать наиболее актуальные вопросы, которые мы ставим себе в регионе перед службой. Это не просто какой-то лекционный материал. Это материал, основанный на глубоком анализе тех задач, которые нам необходимо решать. Поэтому темы лекционного материала, темы докладов, они были заранее обсуждены, сопряжены. И таким образом они помогут именно всей службе анестезиологии и реаниматологии, и не только анестезиологии и реаниматологии, продвигаться вперед и делать работу очень качественной. Сегодня в медицине невозможно в интенсивной терапии, в операционном блоке работать каждому в отдельности. Это всегда командная работа, это всегда работа со смежными специалистами и не с одной, может быть, специальностью. Поэтому помимо анестезиологов и реаниматологов к нам присоединяются и хирурги, и врачи-трансфузиологи, и врачи скорой медицинской помощи, организаторы здравоохранения. То есть мы стараемся идти в ногу вместе, для того, чтобы достигать той цели, которая перед нами стоит в рамках оказания медицинской помощи. Но удалось же шагнуть анестезиологии, продвинуться, развиться. Она не то, что была 20-30 лет назад. Да даже за последние 15 лет, за последние 10 лет мы видим очень быстрые изменения, которые происходят. И надо сказать, что пандемия, которую мы сегодня упоминали, она тоже достаточно серьезно продвинула в ряде направлений наши знания, понимание этих патологических процессов, которыми нам нужно сталкиваться и находить пути решения оптимальные для того, чтобы сохранить состояние здоровья наших пациентов. Но работа и объем работы службы, мы можем прямо в открытку сказать, что он действительно колоссальный. И важность работать в связке, в тандеме, ощущать ту самую синергию между всеми службами, она идет колоссально. Да, все верно. Работа достаточно большая, работа очень разнонаправленная, потому что служба анестезиологии начинает работать с женской консультацией, с роддома, с маленькими детьми и заканчивая не только неотложной помощью, которую мы оказываем в 30% случаев, в 30% анестезии в нашем регионе оказались, при оказании неотложной помощи. Но и работаем с высокотехнологичной помощью, в том числе с трансплантологией, с кардиохирургией, с большими онкологическими операциями. И здесь врачи-анестезиологи и реаниматологи должны работать, что называется, как говорят в поговорке, от гвоздя до дизеля. То есть вот эти моменты мы именно актуально будем обсуждать с нашими ведущими специалистами. Ну что ж, два плодотворных дня предстоит. Да, и надо сказать, что у нас не только приехали к нам гости выступать, у нас будут свои очень актуальные, очень серьезные доклады, серьезные лекции, которые представляют специалисты региона. Ну что ж, плодотворной работы, двухдневной плодотворной работы, ну и, конечно же, от того результата, который вы хотите добиться, мы желаем вам от всей души. Спасибо огромное, что пришли. Спасибо, что позвали. Да, мы также эту конференцию приурочили к тому, что мы стали региональным отделением Федерации анестезиологов и реаниматологов России. Мы перестали, скажем так, существовать таким белым пятном на карте этого серьезного научного общественного объединения. И нас с удовольствием приняли. Более 270 человек буквально моментально сразу вступили из наших специалистов. И на конференции сейчас еще будут поданы заявления. То есть мы в большой, теплой, дружной семье. И будем идти со всей стороной в ногу. Потрясающе, потрясающе. Спасибо вам огромное. Ждем вновь в нашей светлой студии. Спасибо, добрый, бодру, желаем вам. С гостем прощаемся. А нашу программу продолжает домашняя тренировка.